Добрый вечер. Это программа разговор с главным. Сегодня главный по труду в Свердловской области директор департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов. Дмитрий Алексеевич, вечер добрый. Добрый вечер. Лето – период отпусков, с одной стороны. С другой стороны, знаете, наверное, такой период, когда можно, куда-то уехав или просто не работая, проводя время в саду, как-то посмотреть, наверное, немножко с другой точки зрения на свою работу, может быть, задуматься о том, чтобы поменять. Каковы тенденции сейчас? Ну, мы не можем обойти этот вопрос, да, на рынке труда нашего региона. Не знаю, сказываются как-то санкции, контур санкции, которые там накладываются. Хотя, может быть, очень далеко от этого, но тем не менее. Хороший вопрос, на самом деле. Ну, и с точки зрения периода отпусков, я думаю, что у нас лето все-таки такое трудовое получилось ввиду проведения вот игр чемпионата мира. То есть у нас город, по сути дела, трудился. То есть вечерами мы отдыхали с перуанцами, значит, днем, утром многие трудились. На самом деле это нормально. С точки зрения рынка труда, летом у нас все традиционно спокойно. Летом традиционно спокойно, и сейчас мы выходим где-то даже на такие рекордно низкие уровни безработицы, регистрируемой. Значит, 23 с небольшим тысячи, даже ниже 23 тысяч безработицы опускалось при росте числа вакансий, да, 38 тысяч единиц, вот буквально на сегодняшний день. С точки зрения качественного состава вакансий тоже традиционно, это в основном сфера сервиса, и традиционно летом мы фиксируем рост временной занятости, и самое интересное, это занятость подростков. Это отдельная интересная тема. Мама, папа едут отдыхать, значит, ребенок идет работать. Такие прецеденты есть? Хватает? Такие прецеденты есть, и на самом деле подростковая занятость, это одна из, организация подростковой занятости, одна из самых востребованных государственных услуг со стороны службы занятости, оказываемых. Вот. В принципе, каждый год у нас по лету успевают потрудиться на таких вот, по временным трудовым договорам порядка 20-22 тысяч ребят. По региону? Да, по региону, соответственно. Мы подбираем вакансии, подбираем работодателей, мы следим за защитой их трудовых прав, мы контролируем, чтобы были пройдены медосмотры, чтобы правильно был заключен временный трудовой договор. И, соответственно, ребята идут, потому что к заработной плате, которую они получают, мы еще добавляем от себя материальную помощь, собственно говоря, в соответствии с законодательством. Она небольшая сейчас, порядка тысячи рублей, но, во-первых, это плюс к основной зарплате, да, эти материальные помощи не исчерпываются. И надо сказать, что вот в периферийных территориях, да, в территориях, которые мы, ну, изначально называем территориями такой сложившейся структуры безработицы, в хозяйственных территориях подростковая занятость, она очень важна. Очень важна. И, соответственно, 99% подростков, которые к нам обращаются, они получают желаемую работу. Они работают, кто-то работает неделю, кто-то работает месяц, в зависимости от вот этого. И где-то вот, опять же таки, по сельским территориям доход ребенка, это на самом деле значительная часть дохода семьи на текущий момент. Дмитрий Алексеевич Антонов родился в 1973 году в Свердловске. В 1995 году окончил руку имени Горького по специальности физика, физическая метрология. В 2000 году Ленинградский государственный областной университет имени Пушкина по специальности психология. Работал в должностях заместителя директора, директора департамента по подбору персонала в банковских структурах акционерных общества в городе Новосибирске, был директором кадрового агентства в Екатеринбурге, специализировался на подборе персонала для промышленных предприятий Урала. В настоящее время директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области. А где подростки, в каких сферах заняты вообще? Где трудятся? Ну, БТЛ там, в крупных городах, то есть раздача листовок разного рода. Это понятно. Отряды мэра, отряды мэра благоустройства, значит, сейчас чуть меньше стало ЖКХ, потому что сейчас ЖКХ основно на аутсорсинге идет, добавились учреждения культуры, библиотеки. На текущий момент абсолютное лидерство, пальму первенства удерживает сфера образования, когда по благоустройству пришкольных территорий, собственно говоря, бригады из ребят формируются, из тех же учащихся, да, и, соответственно, эта работа им оплачивается. И есть случаи, когда дети просят найти им работу не только в летние каникулы, но и в весенние, и в осенние. То есть тут занятость и наличие собственных карманных денег, это, конечно, важный мотивирующий фактор. Мы это приветствуем, тем более, что вот традиционно правительство области идет навстречу нам, и мы вот уже второй год подряд получаем дополнительное финансирование на вот эти вот мероприятия. Хорошо. Рынок труда не статичен, назовем это так, да? Не статичен, да. И понятно, что некоторые специальности, ну, спрос на них падает, на некоторые, наоборот, возрастает, да? И понятно, что нужно постоянно находиться в тонусе, не знаю, постоянно учиться, постоянно к чему-то готовиться. Вот можете немножко рассказать о программах переподготовки, которые существуют при департаменте, например, или, может быть, какие-то программы, которые вы курируете или знаете о их существовании? Ну, на самом деле вопрос традиционный, да, собственно говоря, и, наверное, ответ тоже такой традиционный будет. Ну, повторение, мать учения. Мы традиционно занимаемся обучением безработным граждан, да, организацией их обучения. Соответственно, особенность этого обучения, напомню, состоит в том, что это обучение исключительно под запросы работодателей, то есть оно с гарантированным трудоустройством. И, фактически, мы, на моей памяти, процент трудоустройства ниже 76 не опускался, значит, по любым территориям. Соответственно, на некоторых территориях мы даже через обучение, например, на сельских не успеваем удовлетворять спрос, так скажем, там, на тех же механизаторов, на трактористов, еще на ряд позиций, на сварщиков тоже в дефиците обучаем, но все равно сварщики у нас в дефиците, соответственно, продавцы. И второе большое направление переобучения, это, конечно, для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях с работодателем, то есть мы их ласково называем мамочки, мамочки к нам идут, и так получилось, что, наверное, с момента организации мероприятия несколько лет назад достаточно маленький был на него спрос, пока мы не подключили к нему общественные организации, от наших уральских женщин, пока мы не стали буквально воспитывать двери вот к этой вот госуслуге, и сейчас фактически одна Свердловская область переобучает мамочек больше, чем весь Уральский федеральный округ вместе взятый. То есть мы от 800 до 1200 заявок каждый год удовлетворяем. Это также заявки от работодателей с последующим трудоустройством, или как это устроено? Значит, есть заявки от мамочек. От самих, да? Да, если она находится в отпуске по уходу за ребенком, она априори находится в трудовых отношениях с работодателем, соответственно, она не безработная, и, конечно, за время нахождения в декретном отпуске по уходу за ребенком она может потерять определенную там квалификацию, ну, хотя бы там из-за выхода нового софта или еще каких-то вот вещей. Новых законов, в конце концов. Да, новых законов абсолютно. Кто-то хочет, честно говоря, я хочу сменить профессию, кто-то хочет говорить, что я всю жизнь понимала, что все-таки в душе я повар, я хочу быть поваром. Это нормально, да. Потому что вот переобучение, оно ведь на самом деле это какой-то внутренней потребности. То есть вот эта потребность в большем заработке, кто-то просто ищет себя. Это абсолютно нормально. И если есть такая возможность сейчас, если такие программы, то, конечно, призываю всех мамочек ими воспользоваться. Хорошо. Ну, а если мама говорит, что вот есть там какая-то модная специальная, знаете, не знаю, там какой-нибудь ландшафтный дизайнер, хочу быть ландшафтным... То есть департамент по труду и занятости ей обязан предоставить преподавателя по ландшафтному дизайну? Как это происходит? Ну, вопрос тоже, конечно, мы комплектуем группы. Да и вопрос набора групп, он, конечно, технические вопросы. Спасибо, что вы про это сказали. То есть через какое-то время мы заявку удовлетворим, тем более, что прецеденты были. Обучали мы ландшафтных дизайнеров. Давайте немножко к безработице вернемся, да? Я так понимаю, что безработный... Ну, в смысле, вот тот человек, который считается безработным, это человек официально не работающий, состоящий на учете в органах... В службе занятости? В службе занятости, фактически, да. И говорят, что для развивающейся, для развитой экономики в пределах 5-6%, насколько я понимаю, безработица – это норма. Сколько есть у нас, и о чем говорят эти цифры? Значит, вопрос по поводу 5-6%. Значит, я сразу тогда оговорюсь, я постоянно делаю эту оговорку, значит, я сделаю ее и сегодня. Она очень важна, потому что, значит, то, что называем безработицей мы, про что я сказал, там, про 23 тысячи человек, называемые регистрируемые безработицы. Что такое зарегистрированные? Значит, есть строчка, значит, в электронной таблице, в базе данных, да, с фамилиями и отчеством. Значит, человек записан как получатель госуслуг, значит, и при определенных, значит, обстоятельствах он получает пособие, значит, и, соответственно, в реестр службы занятости занятости занятости, ну, то есть зарегистрировано. Вот, безработица общая, ну, собственно говоря, про которую сказали, про которую говорят экономисты, которые опять 6%, да, это вот именно экономическое понятие, оно пришло к нам из Международной организации труда, вот, и там есть несколько критерий отнесения человека к общей безработице. Соответственно, человек может работать, ну, искать работу, он может быть готов в течение двух недель приступить к работе, он может обращаться, значит, в две недели предшествующих вопросов в кадровое агентство, там, и так далее. То есть есть целый набор параметров, по которым говорят, да, вот человек вот именно безработный. Почему я это говорю? Потому что если регистрируемая безработица, она, условно говоря, считает каждого, да, все посчитано, там, ну, по строчкам таблицы, да, то общая безработица – это оценочный параметр. Оценочный параметр, потому что никто людей не считает, например, по Свердловской области статистически опрашиваются порядка 800 домохозяйств, специальный опросник, более 100 вопросов, исходя из этого делаются определенные выводы, соответственно. И эти выводы экстраполируются уже, ну, на всю на генеральную совокупность. Соответственно, по Свердловской области сейчас общая безработица, она порядка 4,5% от экономически активного населения. Вот так вот она оценивается. Вот. И еще одна важная деталь есть. Общая безработица меряется на базе 15-72 года, когда регистрируемая у нас, собственно говоря, с 18 до 60. Вот. Соответственно… Давайте поясним. 15-72, то есть от 15 до 72 лет. 72 лет, да. Все участвуют в опросе, да, абсолютно точно. То есть это тоже критерий Международной организации труда в данном случае. Вот. И 4,5% – это низкий показатель. Это низкий показатель. Обычно в 3-4 раза регистрируемая общая безработица, значит, расходится. То есть общая выше в 3-4 раза, потому что, да, еще включены занятые люди, которые хотят сменить работу на данный момент. Обычно рост, про тенденции, да, обычно рост безработицы общей, в конечном итоге приводит к росту безработицы уже регистрируемой, соответственно, для нас это определенный индикатор. Но сейчас, повторюсь, рынок труда спокойный, и, соответственно, недавно мы проводили такое внутри себя исследование. Мы несколько последних лет посмотрели по неделям, как меняются у нас соответствующие показатели. Ну, и можем сказать, что сейчас вот сезонный рост у нас заканчивается во второй неделе марта. Начинает стабилизация рынка труда на протяжении последних 5 лет, по крайней мере. Ну, сколько мы могли вот данный выбросить, охватить, и, соответственно... А чем это связано, кстати? С сезонностью, полевые работы, стройка и просыпается, торговля, да, туризм, начинают люди ездить активнее, и прочее. Вот, соответственно, сезонный рост, вот по этим же причинам, он начинается в первую неделю, первой-второй неделе октября. Вот так вот. То есть это уже можно с уверенностью говорить вот про вот это вот. Вот это вот эти повышения и понижения, это не какие-то всплески, это не кризисные явления, это вот наша закономерность. Смотрите, есть еще категория граждан, которые, я так понимаю, не попадают ни в какую категорию, самозанятые. Я не знаю, есть ли у вашего департамента некие установки по работе с ними, что надо делать, вовлекать их как-то в экономику, да, но это, наверное, не к вам вопрос. Ну, я отвечу, тем не менее, что тема общегосударственная, то есть мы, конечно, самозанятость как-то касается, и истории вопрос, наверное, такого, серьезной истории вопроса, наверное, лет пять, вот так вот, да, и... Ну, то есть есть системы начали заниматься этим, вернее, вопросом, да? Да, системы начали заниматься, действует, соответственно, Координационный совет, значит, здесь, но даже давайте вот так вот еще шире возьмем. Вопрос самозанятости, это как бы одно, тут есть фриланс, есть, значит, в принципе, ИПшники, есть люди, которые работают в сером секторе, да, ну, тот же самый, например, фриланс, который, ну, скажем так, минимизирует свое налогообложение деликатно, скажем, да, и понятно, что государство заинтересовано в выведении этих людей, ну, в белое поле, то есть, ну, придание какой-то прозрачности их деятельности. Вот. Собственно говоря, самозанятое лишь, ну, определенная часть вот этого вот общего массива. Соответственно, работа государства больше направлена на легализацию серой занятости и на легализацию трудовых отношений. То есть и доходов в том числе. Доходов в том числе, ну, и мало того, ну, смотрите, вот самый большой, вот такой, как сказать, самая такая объемная группа, да, когда вместо трудовых отношений граждане заключают, там, гражданско-правовой договор. Соответственно, юридически между этими договорами, ну, понятно, что большая разница существует. То есть в одном случае там выполняется все из материалов заказчика, там, в другом случае, из своих материалов, с привлечения своей бригады, там, на свой страх и риск и так далее. И мы, например, касаемся этого с точки зрения охраны труда. То есть если человек получил травму в процессе проведения, например, строительных работам или отделочных, ну, упал. Ну, падение одна из наиболее частых причин несчастных случаев на производстве, падение с высоты. Соответственно, будя он в трудовых отношениях, соответственно, после расследования получает определенную, значит, все, что положено, помощь. То есть фонда социального страхования, соответственно, здесь трудовых отношений нету, гарантий нету. Человек остается фактически один на один со своей проблемой. К нашему великому сожалению, ну, вот на периферийных территориях, скажем, как-то еще присутствует, но здесь в расследовании таких происшествий главную скрипку играет Государственная инспекция труда. И вот наши коллеги из Госинспекции накопили большую практику уже по признанию отношений гражданско-правовых трудовыми фактически. И где мы можем, где мы вовремя получаем информацию, соответственно, мы передаем в Госинспекцию и, собственно говоря, эти отношения, ну, обеляем. Угу. Про детей и подростков мы уже поговорили, да, про экономически активных граждан. Я, насколько слышал, есть программа еще по переподготовке или трудоустройству, третий возраст она называется. Вопрос в том, что переподготовка, я даже так скажу, мы фокусируем нашу переподготовку, вот, даже вот специально статью взял, соответственно, закон о занятости, это статья пятая, государственная политика, содействие занятости. И статья эта выделяет целую группу лиц, на которых мы фокусируемся, это, по сути дела, лица, испытывающие трудности в поиске работы. Ну, такие категории, как вот несовершеннолетние, возле 14 до 18 лет, лица, освобожденные, учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы. То есть неважно, какой возраст, разные категории. Беженцы, вынужденные переселенцы, граждане, уволенные, свободные члены их семьи и так далее. Целый абзац, вот, все категории очень подробно перечислены. И понятно, что вопрос даже стоит не в том, чтобы их переобучать, да, а вопрос состоит в формировании их мотивации на переобучение, определенно даже социальной адаптацией. Вот мы с вами в прошлой нашей встрече говорили о трудоустройстве инвалидов тех же самых, да. Понятно, что, чтобы трудоустроить инвалида, да, надо с ним, ну, какие-то вещи отработать. Да, у него есть индивидуальная программа реабилитации. Абилитации надо подобрать работу в соответствии с этой программой, да, с его возможностями, которые нам определяет, ну, по сути дела, медицина в отношении данного конкретного человека. Надо заинтересовать его в этой работе и начать, собственно говоря, ну, двигать его по вот этой вот лестнице, да, формировать такую историю успеха, если так можно выразиться. Мы очень долго, на самом деле, вот, исследовали разные практики, там, какие-то зарубежные практики наши, и в конце концов мы решили, такая, а что вы? Мы взяли к себе в Экетинбург-центр занятости парня, вот, Александр, он инвалид-колясочник, и он с удовольствием работает с такими же, как он. Собственно говоря, у него есть свой кабинет, рабочий стол, там, оборудованный, да, и он действительно работает с инвалидами. И знает всю изнанку этого процесса, так сказать. Абсолютно, он это все пропустил через себя, а мы помогаем ему, собственно говоря, какие-то коммуникативные навыки добавить, потому что, ну, понятно, что провести много времени в инвалидной коляске, это, конечно, накладывает отпечаток определенный на мировосприятие, на все, но он уже сейчас начинает понимать, вот, собственно говоря, он до работы, он после работы. Он около 30, он 12 лет не мог найти работу. Мы его нашли, трудоустройство любого инвалида, его нельзя поставить на поток, это строго индивидуальная работа всегда. Вот мы его нашли, считай, там, нам повезло, да, и вот мы очень хотим, чтобы он с нами оставался дальше, с нами дальше работал, потому что он тоже нам помогает открыть глаза на какие-то иные стороны жизни, про которые мы не догадывались. Еще одна сторона, про которую мы не догадывались, слышали, наверное, буквально недавно, проходило это в новостях, о том, что в СИЗО сейчас, например, день будет засчитываться за полтора, и, соответственно, в связи с этим скоро на свободу выходит достаточно большое количество людей, которых надо будет социализировать, трудоустраивать и так далее, и так далее. Я так понимаю, что часть этого процесса падает и на вас, в том числе. Да, вот в рамках даже того, что я перечислился. Та самая категория, да, одна из этих категорий. Совершенно верно, лица, пребывающих нам в измест, лишения свободы, действительно, та категория граждан, на которой мы сфокусированы, особенно в периферийных территориях, в Нижний Тагил, Сусуе. В смысле трудоустройства, конечно. Одна большая проблема, да, сейчас у нас все умные, юридически грамотные, сейчас все говорят, давайте мы сейчас вас пробьем по какой-то базе, и дальше начинается. Везде есть какой-то свой, я не побоюсь слова, карманный безопасник, который, значит, где-то что-то там слышал, и потом начинается вот причина отказов. Мы работаем с общественниками, соответственно, по этому поводу. Значит, мы проводим свои группы по ресоциализации, адаптации к труду. Мы с прошлого года очень часто взаимодействуем с ГУФСИН по поводу понимания того, какие программы подготовки к освобождению, да, в территориях есть. То есть были в колониях под Нижним Тагилом, вот я лично выступал перед заключением, и готовились к освобождению. То есть вот человек, с которым мы там общались, он последний срок у него достаточно большой, чуть-чуть порядка 10 лет, но он уже получил за время нахождения в местах лишения свободы несколько разрядов по сварке. Ну и действительно они там получают новые специальности даже. Да, я даже был удивлен, что там есть станочный парк относительно новый, хоть станки недорогие там и китайского производства, но эти станки видно, что они не демидовские, условно говоря, да. Молодые ребята там чему-то учатся, они получают продукт. Коллеги с ГУФСИН обещали позвать на ярмарку вот этих вот изделий, но пока не позвали. Ну, тем не менее, вот чем мы будем продолжать смотреть? Мы не ожидали даже, сколько вопросов нам зададут. То есть, ну, обычно как? Построились отрядом, пришли, сели, значит, выслушали, там, встали кругом, ушли. Нет, очень живой диалог был, очень интересный. Присутствовало порядка 120 человек вот в таком большом зале. То есть, думаю, мы такую работу будем продолжать. А какой-то прогноз, кстати, вот, я не знаю, ведете ли вы прогнозы по специальностям, которые будут важны, нужны, востребованы? Как вы к этому адаптируетесь? Вопрос очень хороший. Вот целый петербургский форум труда был посвящен вот этому 1-2 марта. Присутствовал я там, и есть понимание, что прогноз специальностей на самом деле неблагодарное. То есть, благодарно предсказывать развитие отраслей экономики. То есть, все очень быстро меняется, да? Все быстро меняется. Ну, давайте, вот, посмотрим, вот, начало 2000-х годов, там, вот, тучные нулевые, да? Скажите, пожалуйста, кто, когда смог предсказать возникновение профессии мерчендайзера? Ну, не было. Ну, мерчендайзеры появились тогда. Или СММщика. Да, 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 СММщика сейчас, да. Но вот не было прогноза, хотя, казалось бы, вот это все лежит на поверхности. И вопрос в том, что, скорее всего, и ребята из Прайс-Ватерхаус, Куперс и из БКГ, они говорили о том, что проще посмотреть, какие профессии уйдут. То есть, профессии, связанные с рутинным трудом, в условиях, скажем так, работы с какими-то, с определенными задачами, определенными, в смысле, там, предсказуемыми задачами, да, соответственно, у которых есть большой потенциал для автоматизации. Ну, например, наши западные коллеги считают, что преподавательская деятельность, да, она принципиально неавтоматизируема, потому что преподаватель – это все-таки творец. Ну, наверное, кому-то сейчас хорошую новость сказал, да, что его не заменят на робота. И, на самом деле, таких исследований теперь очень много, и вот, еще раз говорю, с точки зрения прогнозов, пока все очень осторожно. Я не видел четких оценок, что будет востребовано, что пойдет. Ну, это, конечно, есть фантазии, там, есть Митио Каку, да, он приезжал на инопром, да, он футурист, футуролог, да, кто-то Тофлера читает, ну, вот. В общем, это дело неблагодарное, и, наверное, тема для отдельной программы. Абсолютно, да, тут можно говорить, потому что с этим связана и профориентация, на самом деле, и вот все, что из этого вытекает. Дмитрий, спасибо большое. Я напомню, что с нами сегодня Дмитрий Антонов, директор департамента по труду и занятости Свердловской области. Это программа «Разговор с главным» на 4-м канале. Оставайтесь с нами.